Девушки отдыхают Я знаю, товарищ Сталин Тбилиси, я помню, и в 70-е, и в 60-е, и в 80-е годы ездили, по-моему, с гораздо большим удовольствием, чем сегодня ездят на Запад Потому что Тбилиси – это была сказка из «Тысяча одной ночи» Тбилиси было связано гурманство, красота и поэзия Тбилиси жила великая актриса Верико Анджепаридзе Тбилиси было удивительное кино И вот однажды я сидел в доме своих друзей, Наны и Вики Геловани, замечательных людей Которые как-то в разговоре, мимоходом сказали мне о том, что исполнитель роли Сталина В свое время очень известный Михаил Геловани – их родственник Мира и счастья всем вам, друзья мои КОНЕЦ Он – князь по происхождению А род его восходит к четвертому веку нашей эры Антон Геловани, визель знаменитой царицы Тамары в XII веке Был одним из самых блистательных и здравомыслящих людей Его родственник, князь Ваграм Геловани, был членом Четвертой Государственной Думы Троюрный брат был маршал инженерных войск Который мечтал быть художником, а стал военным Жена Арчила Викторовича Геловани, Кито Владимировна, всю жизнь проработала врачом Дберисе тогда до революции назывался Тифлис В этом городе постоянно бывал Маяковский, Пастернак, его любил Есенин В этом городе жили великие грузинские поэты Паола Яшвили и Тициан Табидзе Они были расстреляны в 1937-м, как были расстреляны десятки тысяч талантливых, умных, интеллигентных людей Которые любили свою страну Миша Геловани, ему было 20 лет, когда после окончания гимназии он приехал в Баку к своему дяде Сегодня уже никто не знает и никто не помнит о том, что Баку, многонациональный город, в котором еще до войны и первые годы после войны Был замечательный армянский театр и был грузинский любительский театр И в этом грузинском любительском театре в 1912 году Миша Геловани сыграл первую роль И имел очень большой успех Потому что он великолепно пел Пел, играл на гитаре Он был такой легкий, обаятельный человек В нем была грузинская прелесть тех молодых людей, которые любят прожигать жизнь И в которых есть талант Он сыграл в Баку, потом уехал в Сухуми, играл в Батуми, играл в Кутаиси И был принят в театр имени Руставели В тот самый момент, когда этим театром руководил знаменитый грузинский режиссер Впоследствии расстрелянный Сталином Сандро Ахметели Ахметели не мог простить Миши Геловани, что он человек крайне недисциплинированный Он, например, проспал однажды спектакль Он так гулял в какой-то компании, что двое с половиной суток он спал И вообще забыл, что у него спектакль Ахметели был разъярен Его выгнали из театра, к чему он отнесся к Вяне легко И он пришел на киностудию Он и решил стать режиссером Я в ужасе ехал сюда Думал, что и здесь застану анархию развали Вы представить себе не можете, что мне пришлось Идет там Да безгранично счастлив, господа Всего в своей жизни он, как режиссер, снял четыре ленты А в 1925 году он начинает сниматься в грузинском кино Рядом с ним снималась красавица НАТО Вачнадзе Она погибла во время авиационной катастрофы И весь Тбилиси хранил эту божественную женщину НАТО Вачнадзе вышла замуж в конце 20-х годов За прекрасного режиссера грузинского Николая Шенгилая Отца Эльдара и Георгия Шенгилая Это был очень талантливый человек Друг Маяковского Друг Табидзе и Швили Всегда находившийся в центре грузинской интеллигности Субтитры создавал DimaTorzok Фильм Шенгилая «Золотистая долина» Он вышел на экран в 1936 году Геловани играл там счетовода Кирилле И однажды во время съемок на съемочную площадку пришел Михаил Чурелли И обратился к Шенгилая «Коля, а ты понимаешь, что ты делаешь?» «На кого похож твой Кирилле?» Посмотрели на Геловани И действительно он был похож на Сталина Похож очень сильно И это испугало Шенгилая И испугало Геловани Время уже было очень опасно А что такое опасное время? Князь Геловани знал очень хорошо У него было четыре брата Один застрелился в 1940 году Один погиб на турецкой войне Третий, узнав, что его должны арестовать Бежал через турецкую границу в Париж Это тайна Как ему удалось бежать через турецкую границу Но он бежал и был эмигрантом Ты мне скажи, я хочу по-английски сказать ему Извольте, кусяк, с аппетитом Как сказать это? Ай, уйш, юг, аппетай Уйш, 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 как можно? Когда я откуда знаю это? Объясни как следует Да нет, ай, уйш, юг, аппетай Ай, 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 ай Уйш, 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 не уж, уйш Уйш, ю, юг, аппетай Гуд, аппетай Аппетай Обитая. 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 Обитая, обитая. Ну обитая. По русски скажу прямо! Ох-х-х! Звучит музыка ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Гитлере очень велика, она велика и о Муссолини, но не было ни одного игрового фильма. А Сталин наоборот. Он посмотрел себя в документальной хронике в 1936 году, и после этого Сталин решил, чтоб его играли актеры. Эту роль играл Семен Гольдштаб, дикий, сверген. Пробовался знаменитый Ирак Леандронников. Но Сталину все это не подходило. Ему нравился гелование. Потому что в жизни Сталин был маленький, с низким лбом, сухорукий, плотное туловище, а спины на очень неприятном, жестком, жестоком и умном лице. А на экране в фильмах «Клятва», незабываемый 19-й, «Падение Берлина», ленты, которые сегодня канули в прошлое, их творил талантливый Михаил Чаурели, который любил Сталина. Бывал у него в доме, бывал у него на даче. Был благур, веселый человек, который творил эти ложно-патетические, пафосные ленты, не имеющие никакого отношения к реальной истории. Там Сталин был совершенно другим. Когда Сталин впервые увидел гелование в фильме Михаила Чуарели «Великое зарево», Сталин подошел к двери, обернулся и сказал, «А я даже и не знал, что я такой обаятельный». Это хорошо. И начиная с 1938 года гелование был утвержден на роль Сталина и в 15 фильмах играл вождя всех времен и народов. Мысль о том, что только Европа может указать нам путь, это старый, обветчалый предрассудок. Значит, победа без пролетарской революции на Западе? Затвердила Сорока Якова, да и твердить про всякого. Совершенно не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. В 17-м году он женился на русской девочке, Ирина ее звали. От этого брака у него родился сын Георгий, Георгий Михайлович Гелований. Он сегодня режиссер Большого театра. Сын, которого он любил и которым он занимался. А у самого гелования после развода с женой, разошлись они в 1938-м, начался бурный любовный роман с одной очень красивой женщиной. Родилась впоследствии дочь Марина по профессии пианистка. Это было все очень значительно позже. Гелований, когда приехал в Москву из Тбилиси на свои собственные средства, снимал номер в гостинице «Москва». У него был близкий друг Марк Бернес. Бернес, не спрашивая его, пошел к председателю Московского совета и сказал, «Вы знаете, Гелований не имеет квартиры». Тот говорит, какой Гелований? Ну, говорит, тот, который, говорит, Сталин. И в течение двух дней он получает двухкомнатную прекрасную квартиру на улице Горького, дом 8. Двери этого дома были всегда открыты. Обстановка была более чем скромная. Ему казалось тогда, перед ним откроется широкая дорога. И он сможет много играть. Но надежда его на то, что перед ним начнется новая жизнь, что все будет прекрасно, треснула сразу. Потому что сразу был дан указ, что Гелований нельзя снимать вообще ни в одной роли. Он должен играть только роль Сталина. Сталин! Он получил звание народного артиста Советского Союза по личному указанию Сталина. Имел ордена. Четырежды был лауреатом Сталинской премии. Но когда он появлялся в киностудии Мосфильм в костюме генералиссиумса, то все жались к стенкам и почтительно кланялись. Гелований видел его один-единственный раз. В 46-м году. Вдруг раздал телефонный звонок. Михаил Георгиевич, вас просит к себе товарищ Сталин. Поскольку его бесконечно разыгрывали, и он был убежден, что звонит ему Михаил Чаурели, он сказал, Миша, ну хватит, я только лег, дай мне отдохнуть. И повесил трубку. Снова раздался звонок. Он говорит, Миша, ну кончай. Ну надоело. Когда раздался третий звонок, то по интонации он понял, что это не шутка. А на самом деле, как потом выяснилось, произошло следующее. Чаурели, который имел свободный доступ к Сталину, был у него в кабинете. Когда Сталин ему сказал, ну кончим сегодня дела, поедем ко мне на дачу. В машине был Берия. Берия очень осторожно сказал, а может быть уже пора Иосифу Свестреновичу познакомиться с Геловани. Чаурели молчал. Сталин несколько минут безмолвствовал, потом попросил остановить машину на Арбатской площади и сказал, привезите Геловани на дачу. Геловани от третьего звонка был так обескуражен, что он не знал, как себя вести. А он только что кончил сниматься в фильме «Клятва». Он одел китель, галифе, шапку. То есть практически одел тот костюм, в котором он играл Сталина в фильме «Чаурели. Клятва». И в этом костюме поехал на дачу. Когда они приехали туда, и Чаурели увидел его, он ему сказал по-грудински, ты что, погубить меня хочешь? Именно в этот день Берия приполк положил на стол Сталину личное дело его сына Якова Джугашвили, который погиб в немецком плену. Сталин предложил всем сесть за стол. За столом были одни грузины. Берия, Чаурели, Геловани и Кандид Нестерович Чарквиани, тогдашний первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии. Сталин решил познакомить Геловани с Кандидом Нестеровичем Чарквиани. И, усмехнувшись, заметил, «А, ну вы же знаете друг друга, вы же из одной деревни и оба вздрогные». Потому что из этой фразы было понятно, что он знает, что Геловани происходит из старинного княжеского рода Свана Лечхумского уезда, а Кандид Чарквиани происходит из крепостных крестьян. Все, естественно, молчали. Сталин сначала съел цыпленка, Геловани заметил, как он аппетитно ест, обкладывая все косточки, потом налил вино на хлеб по грузинскому обычаю и сказал, помянем. И все налили вино на хлеб каплю вина и помянули Якова Джугашвили. Когда Геловани вернулся домой, он был под сильным впечатлением. Он, может быть, впервые понял, что он играет совсем не того человека, которого он привык уже играть. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok И, может быть, в этот период впервые он начал сознавать, что он участник большой игры. Тот очень важный винтик, который создает в сознании масс этот образ мудрого, гениального, молчаливого, умеющего все предвидеть, всезнающего человека, который на самом деле был кровавый тиран, погубивший миллионы людей в нашей стране. Он заметил, что сценарий Сталин просматривает сам и сам вносит определенные коррективы. Так он вдруг решил, что он должен в кадре прилететь прямо к Вейхстагу. Это не имело никакого отношения к реальности. Он читал завещание Ленину, обращаясь к народу на Красной площади, хотя все знали, что это происходило в Большом театре. Хотя нас, товарищ Ленин, завещал всеми силами укреплять союз рабочих и христиантов, дадим глядам, что мы с честью выполним эту его заплату. Голований с 1942 года по 1948 числился артистом Московского художественного театра. И играл только одну роль. Сталина в пьесе «Кремлевский курант». Он во Мхате никого почти не знал. Он мало с кем общался, хотя был артистом художественного театра. Он вел себя очень активно. Голые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все. Все передовое и прогрессивное человечество. Дела Сталина будут жить в веках. И благодарные потомки, так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина. Субтитры создавал DimaTorzok В роли Сталина он начал сниматься в 1938-м. Ему было 44 года. И в 44 года закончилась фактически его творческая жизнь. Потом Сталин умер. Потом его летом 1953 года перевели в театр киноактера. Он там прослужил три года. За эти три года сыграл одну роль в пьесе «Машенька» Афиногенова. Играл там профессора Акаемова. У него был сильный грузинский акцент. Сыграл он два или три раза. С роли его сняли. Он иногда признавался, и слезы у него были в глазах, что он не может ничего не делать. Что он не может приходить в театр киноактера, где он числился, и получать зарплату ни за что. Он очень горько относился к тому, что его избегали. Его, естественно, немедленно выкинули из киностудии. Уже в 1954 году, когда Сталина не было в живых, его включили в одну концертную бригаду для выступления в Севастополе. Когда он вышел на сцену, зал поднялся в едином прорыве. Его воспринимали как Сталина. Живого Сталина. Его это пугало. Остались неопубликованные записи замечательного русского артиста Бориса Михайловича Тенина, который дружил в деловании. Он записывает, что роль Сталина накрыла Мишу над гробной плитой. Это было правдой. А человек он был совсем не похожий на того героя, которым он вынужден был изображать последние годы своей жизни. Эльдар Шингилай до сих пор вспоминает, когда он снимался у отца в Золотистой долине, и его мать иногда брала на съемочную площадку, то дядя Миша был всегда к нему особенно чутки внимательный. А Шингилай был человек такой темпераментный, и он однажды накричал за что-то на геловании. И он пришел домой, было три или четыре годика, взял щетку и щеткой дал по голове своему отцу. Очень сильно отец спросил, а за что ты меня бьешь? Он говорит, а ты не кричи на дядю Мишу. И сегодня Эльдар Шингилай вспоминает, как Михаил Георгиевич говорил, это мой самый главный защитник. Жизнь была прожита не так, как хотелось. Он был добрым и, судя по всему, очень хорошим человеком. Это вспоминают все те, кто встречался с ним в те годы. Михаил Георгиевич Гелований умер в день рождения Сталина в 56-м году, 21 декабря. Я постоял на улице Грибоедова, дом 2, где Гелований долго жил, когда он был в Белисе. Мне было грустно, что нет никаких русских имен, русских названий. А все написано по-грузински и под грузинскими названиями английский текст. Такое ощущение, что ты в какой-то колонии. Мне было горько. Но при этом сохранились дома. Дома, где все было так, как было когда-то. Когда я выступал в малом зале театра Руставелли, люди сидели в пальто. Света мало. Машина, которая возила меня поздно вечером к себе домой, она ехала в абсолютной темноте. Кромешная тьма. Только свет фар. Другой Тбилиси. Замечательными людьми. Которые очень тоскуют о том, что мы не вместе. Это Ельдар Шенгилая и Роберт Стурова, Софико Чаурели. Михаил Чаурели, он умер в 70-х годах, так и сохранив свою верность в вождю. Я столкнулся с очень разными отношениями людей. И все говорили о Мише. О Михаиле Георгиевиче Геловане. О человеке, который был далек от политики. Он мечтал о прекрасной свободной жизни, оказавшейся не по его воле, и он был зажатой в тисках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok